В Украине шло строительство такого умеренно авторитарного государства. То есть, если бы, ну видно, что он хотел повторять то, что происходило в России, но он обладал меньшим количеством ресурсов, меньшей власти и так далее. То есть он пытался... Да, да, конечно. Я бы сказал, что она была инициирована этой партии, но потом... То есть он пытался, ну в своей внешнеэкономической политике, он пытался обеспечить баланс и избегать каких-то острых решений. В принципе, это касается и экономической политики в самой Украине. То есть сам Кучма, он выходец из номенклатуры, так называемой... Сейчас секундочку... Красные директора... Ну так, можно это перевести дословно. Значит, во внешней и во внутренней политике он избегал острых решений. То есть он был выходцем из красных директоров, переведет эту фразу, а я помню... Красные директора... Родные директора... Да, я могу объясню, что это такое. Он... Он происходил из посоветской номенклатуры. Окей, а то есть он тогда еще и постсоветская номенклатура... В общем, люди, которые имели власть еще в СССР, начальники, предприятия и так далее, они после начала приватизации стали их официальными владельцами. То есть, номентатура превратилась в бухгалтерии. А вот эти люди, которые раньше уже... Или, или Мартина, ты это переводить сможешь? Ты что, начинаешь? Хорошо. Хорошо. Да. Что сейчас? Что Кучма, его окружение, это выход из инструментатуры. То есть, Кучма и его окружение, это выход из инструментатуры. Это так называемые красные директора. То есть, те люди, которые еще в СССР были связаны с управлением промышленностью и так далее. То есть, они одновременно вроде бы как они понимали специфику всего этого и более-менее знали, как с этим управляться. То есть, это были так называемые «ротные директоры», которые уже в СССР контролировали в СССР, которые уже в СССР контролировали в СССР, и в genereном понимании, как они организовали этот уровень и контролировали. Он пытался не полностью уничтожать ту социальную систему, которая существовала в Украине. И, как бы, вот этот переход к такому неолиберальному пути, он его максимально оттягивал. И вот эта попытка оттягивать этот перевод, она, в принципе, была знаковой для украинской политики и после Кучмы. Бюджетский? Умин. Он был после него независимизированным полем Директора, и разрушен. Он был нарушен уходом директоры, и он был в Украине не полностью ремогном социал. Как он удостоверил машину? Что он стал длинным?